Мы понимаем, что многие не верили. И опять же, вот мы и здесь. Вопросы у Яна пишет, Аня. Министерство спорта уже выплатило Олимпийцам премии за медали. На что поделаете потратить свою? Интересный вопрос. Честно говоря, я еще не думала. Вообще, благодарны министерству, в первую очередь, что действительно выплатили так быстро призовые, потому что могли ждать долго, в принципе, я думаю, что все готовы даже были, если что, и ждать. Но очень приятно, что буквально через 5 дней уже всем спортсменам действительно пришли деньги. За это благодарность. Куда потрачу деньги, еще не знаю. В целом, никогда не думала о каких-то призовых, о вознаграждениях. То есть у меня в приоритете всегда был мой вид спорта и результат. Вот медали, да. Вот это, наверное, то, чем я болеть стала, особенно последние 4-летия, потому что медали стали приходить. А призовые, то есть для меня это, да, вознаграждения приятные. И хотелось бы, чтобы страна еще больше уделяла внимание спортсменов, больше вознаграждала, потому что многих людей именно это мотивирует. Но конкретно меня, наверное, мотивирует другое, но все равно приятно. Не говорите об этом министерству. Но у вас, может, есть идея, там, купить что-то памятное или, там, вложить в какой-то свой небольшой бизнес? Скажите, что более памятное, чем вот то, что лежит здесь на данный момент? И сколько вот труда она вложила, просто, вы не понимаете, она пожертвовала действительно всем. Вот всем в своей жизни, вот она все посвятила вот этому моменту. То есть она, ну, не то, что ущемила себя, но она настолько каждый день жила этим, что вам это просто не передать. Ну, насколько вот этот человек действительно вот работала за эту медаль, вот она пахала до такой степени, и она когда не могла, она еще больше работала. И вот это сцепление зуба, вот это, вот это ее рвение, и при всем том, что вот, верите, вот мы можем смело сказать, она приехала готовая на Олимпийские игры. Мы там уже не работали, мы туда приехали готовые. И вот эта медаль, вот оружие этого момента, я не знаю, все остальное как-то становится, да, вот на второстепенный план. Это большое счастье, что вот в основном деле, вот спортсменам как бы все. Но куда потратить деньги, честно говоря, всегда есть на что потратить деньги, да, и куда их вложить. Главное не спешить в этом деле, и грамотно их потратить. Ну, я думаю, что это уже не проблема. Вот, кстати, еще читатели интересуются, какая зарплата у гимнастов? Зарплата у гимнастов? Да. Ну, у каждого она разная, в зависимости от имени, от наград, от званий. То есть, смотря какой-то результат принес в стране, в зависимости от всего этого и выстраивается зарплата. Ну, насколько я знаю, там стандартная около 3000 гривен у всех, что-то вроде этого. Ну, а там уже все вознаграждения, они прибавляются, прибавляются. То есть, там уже надо работать, чтобы зарабатывать больше. Так, Вита пишет, Аня, какой у вас вес, и можете рассказать о своем режиме питания? Ну, вес у меня в норме, не хочу конкретно называть цифр, но, как все видят, да, проблем с весом у меня, по крайней мере, последние года 2-3 точно уж нет. Я вообще придерживаюсь, я думаю, что я сижу, наверное, на каких-то диетах, но я придерживаюсь такого плана, что лучше я что-то поем вечером, потому что, ну, мне очень сложно отказаться, вообще ничего не делать. Я лучше вот что-то хоть немножечко насъемлю, я приду в зал, и я отработаю как можно больше, то есть, я постоянно себя контролирую, то есть, с собой вожу весы, в чемодане. Это первое, что я вообще достаю из чемодана по приезду на любые соревнования. То есть, я себя контролирую очень часто, но я больше сброшу в зале, вот правда. Я получу удовольствие от работы, и вот там посмотрю на весы, встану, ой, я скинула там килограмм-болтора, боже, какая я молодец, настроение поднимется, ну, то есть, мне вот так легче. Я скажу так, у нее диета хорошее настроение. Да, потому что когда хорошее настроение, оно может подняться за секунду от львовского шоколада. Шоколадки – это моя слабость. Да, то есть, буквально, даже если она увидит вот эту шоколадку, допустим, даже кусочек, наше львовское мейстер, я знаю, да, 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 то есть, уже все хорошо. Для меня это счастье большое, потому что на тренировке, значит, тренировка у нас сложилась, потому что сто процентов, я бы говорю так, выйди на секундочку, потому что иногда, иногда даже это нужно, даже вот что-то это, какая-то мелочь. Гормон счастья, ну да, это, да, это действительно гормон счастья, но верите, самое главное, она очень, безумно любит то, что она делает, поэтому, как бы сложно оно ни было, поверьте, вот эти диеты, они на самом деле не нужны. Потому что, когда ты горишь своим любимым делом, когда у тебя хорошее настроение, многое не надо, тебе нужно просто самой быть, и оно само все перегорает. Особенно у меня философия вообще в целом, когда ты кушаешь с удовольствием, и ты понимаешь, что вот это вот, то, что ты кушаешь с удовольствием, и оно твоему телу, организму приносит добро, то, а ты от этого не поправишься, поправляешься от одной мысли, что, ой, это нельзя, я это съем, и ты чувствуешь, что ты этот товар распухаешь, поэтому, я не знаю, но хорошее настроение для меня самое главное. Многих, может быть, мы разочаровали, да, но она не сидит на диетах, тренер тоже. Наверное, как-то после олимпиады вы все равно как-то расслабились, да, наверное? Да, конечно, ну, первое, что мы сделали, это по приходу в Олимпийскую деревню, в столовую, мы пошли в итальянскую кухню, набрали пиццы, это был просто праздник жизни, и у меня и у тренера. Тренер тоже покушал за все соревнования, не кушал, тренер не кушал. Тренер же, да, по-моему, весь у гимнастки, а по приезду уже домой, честно, мне вот там, ну, родители, первое, да, что вот хотят сделать родителей, это откормить своего ребенка, чтобы вот щечки появились, полосы от лица, но как-то вот я вроде и ем, но не знаю, организм у меня еще, мне кажется, в таком шуге каком-то находится, от своего происходящего, чтобы пока даже вес, ну, не набирать. Но я думаю, что все равно все придет. Жанна пишет, Риша, вы свою дочь, Жаклин, гимнастику, и вообще, насколько это тяжелый вид спорта? Я скажу так, благодарны мы в целом Жаклин за последние месяцы, даже больше, последние пару месяцев подготовки, потому что она приходила со мной каждый день в зал, утром. Да, я уже даже просила, чтобы Риша привела ее. Да, мы были утром в зале, и моя собака тоже, Лилу, и были, дело это так, Аня делала прогон, после которого она безумно выкладывалась. После этого бежала Жаклин с полотенцем, с водичкой, с одеялом и со всеми игрушками, которые она на тот день принесла. И все это приносило Ане. Моя собака тоже подбегала. У Жаклин был свой обряд, то есть она делала все, чтобы Аня улыбнулась, поднялась. Она молода, подойдет, просто погладит по плечку, и ребенку полтора года, то есть, ну, многие в это даже поверить не могут. И вот, представляете, как у меня вот с такой группой поддержки могу, допустим, не получиться, то есть это нереально. То есть даже мой ребенок понимал, что вот мама делает что-то, да, Аня делает что-то, и вот нужно в этом тоже поучаствовать, поддержать. И у нее каждый день какой-то новый ритуал был, она уже вошла в образ обруча по саду, то есть она уже входила в образ, у нее уже ручки пошли, все. Жаклин делала все, захочет она, не захочет, я не знаю, но она настолько вот горит всем, за что она берется, поэтому посмотрим, я не знаю. Я хочу, чтобы она вот выбралась сама для себя, если ей это понравится, и она будет этим гореть, то я, конечно же, ее поддержу. Я тоже только помогу, мы ей поможем, понятное дело, дойти на максимум. Для нас, я не знаю, ну, я просто хочу, чтобы мой ребенок действительно рос в этой атмосфере свободы и знает, что у нее есть выбор. И не заставлять ее, не ущемлять ее, не заставлять ее ни в чем, потому что у нее настолько замечательный характер, что просто вот это каждый день поддерживаем и развиваем, и посмотрим, куда дальше приведет. Олег пишет, Аня, а в создании семьи и рождении ребенка еще не задумывались? И есть ли у вас молодой человек? Наверное, ваш поклонник пишет. Кто-то, да, прям так интересуется. Ну, это такой интересный вопрос, и понятное дело, что сейчас, когда уже одна цель достигнута, то есть на одной, значит, у меня в голове уже стоит галочка, переходим к следующей главе, да? Следующая глава, это, понятное дело, как любой нормальный человек, я хочу иметь семью, я хочу иметь любимого человека, ребенка, и сейчас, ну, как раз у меня появилось больше свободного времени на осуществление этой следующей главы, скажем так. То есть ваше сердце свободно, да? Я хочу иметь, что на этот вопрос. Нас все заняты. Так, нам от вас скоро ждать хороших новостей? Да, все равно будет, да, загадка для всех. Так, Валья пишет, Ириша, продолжите ли вы свою тренерскую карьеру, или, возможно, сосредоточитесь на своем песенном творчестве? Почему так все тяжело вздохнули? Смотрите, я живу сегодняшним днем, поэтому я ничего, никакого заявления не делаю, что я заканчиваю тренерскую карьеру или продолжаю ее. Есть один человечек, из-за которого я очень, в принципе, в зале еще продолжаю болеть, поэтому посмотрим, я бы очень хотела в один момент, просто я чувствую, что я буду очень нужна в зале, и на данный момент просто беру маленькую паузу побыть семьей, так как для меня это очень важный момент, я очень долго ждала бы просто побыть семьей. Но я думаю, что это не конец и будет продолжение, но посмотрим. Знаете, если на первой олимпиаде у Ириши сразу бронзовая медаль, то что же будет у нас дальше? Поэтому посмотрим. Так, такой вопрос, Кристина пишет. Ну, сказать одно, от меня не знаете, что ожидать дальше, в целом, скажу. Потому что у меня очень много планов, которые я так положила, все отложила, и весь фокус был как бы вот на то, что мы делаем. А сейчас все, я могу ко всему приступить, и как бы у меня такой полный вперед. То есть, несмотря на то, что хочу побыть семьей, и хочу везде, и море, 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 море планов. То есть, за что первое хвататься? Просто вот смотрите, ждите, я думаю, что всех удивит еще много других планов, которых вы не знаете, вот, но, да. Ну, музыкой вы будете, да? Ну, саму саму музыка будет. Музыка есть, и была, и она всегда будет, да. Кристина пишет. Здравствуйте, Аня, что вам помогает справляться со страхом перед выходом на ковер? Тише. Ну, это такой очень сложный процесс. И вот тот, кто его преодолевает, тот, кто с ним справляется, тот, наверное, и выигрывает. Правда, что со страхом очень сложно справляться. И мы к этому моменту очень долго готовились, несмотря на то, что мы готовились, то есть все равно было важно. То есть, психологический момент, он не менее важен, чем физический. Я вообще жалею, что я раньше не уделяла этому столько внимания. Наверное, мне было бы еще легче выступать. Потому что очень много гимнасток, которые классно тренируются, да, но вот сложно им на момент вот дойти до площадки, потому что страх он действительно сковывает. Как справляюсь, тут на самом деле очень много моментов, которые могут помочь. Это, как бы это странно не звучало, разговор с Мимсаком, то есть это идет концентрация. То есть вот ты вот настолько должен вот при разминке погрузиться вот в свое дело. То есть вот, допустим, если первый выход обруч, то вот кроме меня обруча, да, вот и тренера, вот не должно быть ничего. То есть вот настолько вот ты должен сконцентрироваться на том, что ты делаешь, что ничего не должно тебя отвлекать. Вера в себя – это вообще помощник номер один, потому что если вот человек не верит в себя, вот что со мной, да, происходило, допустим, на предыдущей Олимпиаде, вот на предыдущем четырехлетии. То есть я не верила вообще ни в себя, ни в то, что я делаю. А это очень важно. И верить в то, что я не хуже там соперниц, то, что я могу бороться из медали, я могу бороться. То есть оно двигает тебя вперед. Ну, конечно, человек рядом должен быть обязательно, который тоже поможет. Потому что, допустим, сейчас я готовила к себе к тому, что на финальный день, ну, то есть вот в день финала, когда будут разыгрываться медали, будет сложно. Но я не думала, что это до такой степени, это правда. Ну, то есть вот это состояние, оно вот как появляется как будто бы ниоткуда, вот к тому, кому чего-то. Я не могу назвать это ни страх, ни мандраж. Вот это что-то какое-то особенное ощущение вот появляется в этот день. И тренер вот должен найти вот правильные слова. То есть ругать бесполезно. Нагрузку, ну, как бы нагрузка уже вся была до этого, да. И вот что делать? А тебя просто парализует. И ты ничего не можешь с собой сделать. Потому что ты понимаешь, что этот день настал. И вот тут, конечно, помощь тренера очень важна. Ну, и сам себя ты помогаешь. Ты должен говорить правильные слова. Все равно вспоминать, зачем ты здесь находишься. И ты так долго к этому моменту шел. И сейчас ты позволишь там какому-то страху, например, тебе помешать. И тут ты говоришь себе, нет, я сейчас соберусь, я сейчас и выйду сделаю. Ну, то есть с таким настроем ты, по сути, выходишь на площадку. Скажу одно, добавлю к этому сумму, что все, кто в будущем мечтает пасть на Олимпийские игры, в целом, вот ставят себе мечту. Даже в любом виде спорта, в принципе, это касается многих, могу сказать. Нужно быть готовым быть там. Потому что чемпионат мира и чемпионат Европы, это вообще одуванчики. Да, правда. Одуванчики по сравнению с тем, что там. Это совершенно, совершенно другая обстановка. То есть ты, вот после Олимпийских игр, чувствуешь, когда ты это уже прошел, ты понимаешь, что, ну, все остальные сливания, можно было просто потому и с него выступать. Да, вот это все. И вот на тот момент, когда ты понимаешь, что еще ты претендуешь на медаль, и есть все шансы на эту медаль, ответственность, и вот все, оно вырастает на такой предельный максимум. И в тот момент нужно запомнить один момент, что нужно хотеть быть там, нужно приехать готовым на эти Олимпийские игры. И самое главное, несмотря ни на что, вот как бы оно сложно для, за правильным идти туда. Почему, почему вот Аня там, почему другие там стоят? Потому что они делают это с любовью. Потому что они любят, они горят, они живут, они фанаты. И вот за этим нужно идти, ради любви к спорту, ради любви к своему делу и вот всей веры там быть. Потому что это не для слабого. Да, это правда. Не для тренера, не для гимнастки, не для кого. То есть там нужно быть готовым и понимать, что, да, этот страх, он способен поглотить любого. Даже тренера и даже гимнастку. И мы видели вот именно на этом старте, как те, которые люди, как, ну, вообще непоколебимы были, на втором, там, третьем виде раз и как бы вот сломались. То есть мы вообще от такого момента не ожидали. И это даже где-то, я понимаю, что для Ани где-то было страшно. Потому что, ну, вот эта вот накаленная ситуация, именно в день финала, она очень резко проявляется и очень явно становится. Поэтому те, которые хотят там быть, вы должны быть смелые. Ну да, это смелые. Настоящая война. Да, понимать, что это, да, вот, вот, бороться за все светлое, за все добро и за все лучшее. И быть там с чистой душой. Вопрос Майя пишет. Как считаете, в чем причина в целом неудачного выступления сборной Украины в Рио-2016? Ведь сборная завоевала всего лишь 11 медалей. Очень не люблю такие вопросы. Правда, мне не нравится вообще. И в целом, когда я читаю какие-то статьи с заголовками «Неудачное выступление украинской сборной на Олимпийских играх», я вообще не понимаю этих людей, правда. Вот попробуйте туда дойти. Вы просто люди не понимают. Вот заработать лицензию для начала, да, путь. Вот заработать лицензию на Олимпийские игры. Это, ну, правда, для многих людей это вот на уровне жизни и смерти. То есть либо ты попал, либо ждать еще 4 года. Дальше, когда ты на этих Олимпийских играх попасть в финал, пройти там у кого в десятку, у кого в восьмерку. Вы не представляете, каких сил это стоит, каких нервов, сколько работы люди этому отдают. И вот четвертое, пятое место. Вот Риша правильно сказала, сейчас это четвертое, пятое место, а в будущем это пьедестал. Просто надо поддерживать этих спортсменов, надо помогать им всячески. Мы считаем только медалистов. Надо молиться на этих 11 медалей. Это правда, потому что это люди-патриоты. Это люди, которые только благодаря своему характеру, характеру тренеров завоевали вот эти вот медали. И эти медали, их надо настолько ценить. Мы привезли домой один из медалей, нам говорят неудачное выступление. Ну, честно, неприятно. Ведь мы говорят не вам. Вам говорят, что вы настоящие герои после возвращения. Вот скорее слышится это там в адрес министерства или там конкретных федераций. Да, вот самим спортсменам, медалистам, естественно, не предъявляют никаких претензий. Все понимают, каких это усилий стоит. Просто в любом случае будут сравнивать, да, вот с результатами, которые были раньше, раньше и что раньше. Просто вообще не хочется, чтобы вот говорили, что в нашей стране спортсмены как-то понизили свой уровень. Надо учитывать то, что в стране была война. Ну и есть. У нас она, да, продолжается. И очень много спортсменов уехали по каким-то причинам, да? Да, у каждого они разные. Те медали, которые они за другие страны заболевали. Да, уехали за другие страны. Их тоже где-то в целом можно понять и поддержать, потому что, ну, это очень сложный путь вообще в целом у спортсменов. Опять же, если бы у нас спорт был на первом месте, если бы было больше мотивации у спортсменов, наверное, у нас было бы больше медалей. У нас также и тренеров очень много уважают, также и по курсной гимнастике. И те результаты, которые мы видим в других странах, это тоже заслуга Альбины Николаевны, потому что это ее школа, вот, это ее ученицы, и они также в других странах. И мы их всех видим, встречаем, но они уже выводят гимнасток по другим флагам. И так задуматься, боже, ну, насколько вот много людей на самом деле есть у нас. То, что у нас нехватка спортивных объектов, об этом знают все, и, ну, от этого и, наверное, 11 медалей. Потому что сколько спортивная гимнастика, да, просила свои объекты, сколько мы, художественная гимнастика, просим зал с высокими потолками. И так, возьми любой вид спорта. Просто мы на слуху, потому что, допустим, конкретно говорю за гимнастику, есть результаты. Поэтому нам есть за что просить, да, мы привозим результат, мы просим соответствующие отношения. Ну, поэтому люди уезжают, потому что элементарно негде тренироваться. Ну, вот даже вот взять, я не знаю, вот столько видов спорта, где Украина вообще не было. Ну, даже взять пляжный волейбол. Ну, вот элементарный вид спорта, я считаю, что наши бы выигрывали вот так вот. Ну, вот честно. Ну, я не знаю. Ну, вот. В командных Украины вообще не было. По многим, а? В командных Украины вообще не было. Да, то есть, в целом взять, почему футбола там нет? Ну, вот для меня тоже загадка. Хотя многие жалуются, что футбол вообще нужно убрать из Олимпийских игр. Ну, я не поддерживаю этот момент, я за футбол. Потому что, понимаете, почему. Ну, в целом, понимаете, столько нюансов, которые... Вот я не знаю, сейчас нужно именно брать молодое поколение, собирать все эти команды и строить спортивные объекты на Токио. Мы едем, сколько нас, 200... Сколько Олимпийцев? 206, да. 206, да. Да, даже, ну, я думала, что-то 256. 206 Олимпийцев, чтобы это число выросло так, посильнее. И все с сильным духом поехали брать то, что наше. И боевать. И показывать, потому что, не знаю, у нас столько таланта, и очень бы хотелось. Но я же говорю, многие виды спорта, я смотрю, думаю, боже, как у нас нету, ну, где наши? Наши бы выигрывали сейчас. Ну, а нету, потому что нету объектов, нету площадок, или нету еще чего-то. А ведь таланта есть. Вы вот вспомнили про... Извините. Вы вот вспомнили про Токио. У нас просто очень много тут вопросов, которые повторяются к Ане о том, будет ли еще один Олимпийский цикл, и увидят ли вас болельщики в Токио. Радовать болельщиков я хочу и продолжаю. Насчет Токио, ну, это такое громкое заявление, да, и это осознанный шаг в своей жизни. Пока не хочу не говорить ни да, ни нет. Вот я повторюсь, наслаждаюсь данным моментом, а дальше, я думаю, что жизнь она сама мне покажет. Пока вы еще не возвращались в зал, да, вот после... Была уже в зал. Ну, мы уже были в зал. Серьезно? Да, вы уже работаете? Уже соревнования в Японии у нас, клубный чемпионат мира, и они продолжаются, 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 то есть конец сезона в декабре. Поэтому, конечно же, посещаем завтра уже. Да, вопросов очень много. Мы вообще благодарны всем за все вопросы, потому что мы хотим сказать, что спасибо каждому человечку, который просто вот болеет каждый день и любит гимнастику, и поддерживали вот Анечку на протяжении уже многих лет. Спасибо, что вы просто есть частью вот этого замечательного момента, и просто огромная благодарность каждому человечку, который поучаствовал в этом моменте. И я считаю, вообще в целом, вы все часть этого момента. Вот, поэтому всех, кого мы еще не успели поблагодарить... Я хочу поблагодарить, воспользоваться возможностью, в первую очередь, конечно же, своих родителей. За родителями у меня идут мои тренеры, потому что тут тоже уже можно считать мои родители. Альбина Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна, Ириша. Сказать спасибо Ирише на семье, которая тоже с нами переживала все моменты и взлеты, и падения. Хочу поблагодарить наших судей, без которых я бы не получила 19 баллов, возможно, на Олимпийских играх я бы тоже не получала свои по 17,4. Да, то есть это все итог общепроделанной работы нашей команды. То есть это Лидия Наградная, Дружкевич, Илья Павловна, Еремина Наталья, которые тоже... Ну, эти люди болеют за нас всем сердцем, и они видят то, что происходит и в зале, и за залом. То есть это ближайшие люди, все мои друзья, родственники. Отдельное спасибо еще раз хочу сказать Сергею Назаровичу Бубке. Правда, потому что который присутствовал в соревнованиях. Соревнования длились 6 часов, но, опять же, если есть желание, ничто не помешает человеку, который помогал, поддерживал нас, говорил тоже на все решенопутственные слова на день финалов. И я, ну, правда, наверное, всю жизнь буду помнить его слова, потому что они мне очень помогли. Ну, хочу поблагодарить в целом, вот, действительно, всех, кто помогал. Мне, наверное, вот с 5 лет, мой первый тренер, Вероника Юрьевна Беляева, просто боюсь кого-то забыть, потом кто-то обидится, поэтому хочу поблагодарить абсолютно всех, вот, кто был, вот, с 5 лет я начала свою спортивную карьеру, и вот по сей день, вот, спасибо вам большое. Те, кто делали мою жизнь не лучше, и в то же время, возможно, те люди, которые меня критиковали, говорили, что у меня не получится, спасибо вам тоже, потому что, как говорят, не благодаря, вопреки, но мы дошли до своей цели. И еще последнюю вещь скажу, это особенная благодарность нашим всем швеям, которые шили не только Ане купальники, но и всему групповому, и отдельно благодарность Ильясу Сахтарам, потому что Ильяс сотворил тоже очень необыкновенные... Ильяс, он к этому руку тоже? А как именно он работал купальником? Он работал над белым купальником, который она вышла в первый день на квалификацию вражнение с булавами, вражнение с булавами, и на финальный мячик я делала, в чёрном костюме. И нам чуть-чуть не хотело времени сделать чуть-чуть больше, но остальные комплекты купальников тоже делала Елена Колесникова, и она меня шьет еще с Крыма, поэтому мы тоже уже сроднились. Спасибо вам всем людям. Не-не-не резко. Да, отдельно. За поддержку. Спасибо, она знает за что, просто что вот она была с нами. Спасибо. Всего. И вам спасибо большое.